Это очень важная мысль, и важно её понимать. Допустим, когда перед Новым годом нас просто 30 декабря выселили из квартиры, да, казалось бы, где мы будем отмечать там Новый год, как мы будем встречать, где мы будем встречать праздник, мы на улице с ребёнком, с вещами, да, и идти некуда. Через два дня главный праздник страны. И надо загадывать желание, где это делать. В итоге, что получилось? Нас приняла в экстренном режиме учительница английского языка моего сына, да, Лёша, потому что она была в Италии, и она говорит, вот у меня как раз 10 дней, спокойно живите. У нас появились деньги, мы не тратили, да, на жильё, и мы поехали в отпуск, то есть мы неделю у него пожили и улетели в отпуск на сэкономленные деньги. Казалось бы, нас выгнали, это неприятность, это даже больше, чем неприятность, но она привела нас вот к такому именно, довела до такого решения, и мы в итоге улетели в отпуск, в незапланированный. Вот они деньги, зачем вам давать за жильё, за месяц и ещё там предоплату, да, ну обычно там дают не предоплату, а как там, взнос, да, вот эта вот комиссия, когда мы можем просто на эти деньги улететь и пожить там, во Вьетнам мы улетели. Это первый момент. Вчера не завелась машина. Просто это невозможно. Я бы успевала на мероприятие, успела, если бы приехала вовремя в помощь автомобильная, но этот менеджер перепутала заявку. Потом он ещё там забыл ящик с инструментами. Вот всё случалось так, чтобы я в итоге туда не поехала. Судьба оберегает от плохих, возможно, каких-то несчастных случаев. И я хочу просто в сегодняшнем эфире донести до вас вот эту мысль, что если вдруг у вас какая-то неприятность, знайте, что всё складывается наилучшим образом в итоге. Но иногда бывает через какие-то непонятные, неприятные для нас моменты. Я хочу, чтобы в голове вы держали мысль главную, что всё в итоге складывается у вас самым наилучшим образом в итоге. И смотрели на итоговый результат, в итоговый момент, к чему вы стремитесь, к чему вы идёте. На пути может быть много различных моментов. Это очень важно понимать. Во-первых, это помогает найти в себе силы пережить ту неприятность, которая сейчас произошла. Во-вторых, игра «Привет вселенная», которую я провожу, делюсь в этой игре, кто не знает, своим образом жизни. Вот как я думаю, как я мыслю, как я притягиваю свои желания в свою жизнь. Не просто так написать желание, но придёт к нам. Конечно же, нет. Это именно от человека зависит, о чём он думает, как он думает, и как он настроен, да, и вот эти возможности видеть, какие-то знаки замечать, сопоставлять, да, и притягивать к себе события, людей, которые, через которые ты в итоге получаешь, да, каким-то образом таким, как всё сложилось, да, говорят, всё сложилось. Вот таким образом я даже не знал, что именно так всё это сложится, но вот я получил своё желание. Вот. И не всё в нашу жизнь приходит вот гладко, можно сказать, да, или ещё как-то, но вот на итоговом результате очень важно сосредоточиться. И одна женщина очень хочет счастливую семью. Она несчастна в браке, у неё уже есть муж. И она загадывает это желание. Хотела она конкретного человека, вот с ним, да, но я, конечно же, и сказала, что, дорогая моя, ты женщина, ты хочешь счастливых отношений, ты хочешь любви, ты хочешь понимания, ты хочешь заботы. Это прекрасное чувство. Ты, когда говоришь, у тебя внутри тепло, ты хочешь это тепло получить. Вася, буду звать этого человека, либо Петя, ну, не в этом же дело. Или ты счастлива будешь от того, что его зовут именно так. Ты же будешь счастлива от отношений, от вот этой энергетики, энергии, да, человека. Поэтому, неважно, как его зовут и кто это, но если этот человек будет возбуждать в тебе эти чувства, да, побуждать, то ты будешь счастливой. Поэтому давай сосредоточимся на этом. И тогда ты увидишь этого человека. А когда мы конкретно на человека смотрим, да, ему придумываем какие-то вещи, оправдываем его, верим в него, это ложь самому себе. Это несчастье. Это пустая трата времени, это очень негативная энергия. Ты тратишь время, в пустую обманываешь себя. Поэтому однозначно, когда ты хочешь, допустим, да, какое-то желание, на примере вот женщины, да, счастливой отношений, да, счастливой жизни, счастливый брак или, в принципе, да, отношений, то тогда ты сосредотачиваешься на этом. И она мне потом пишет. Лиля, вот мы загадали с тобой желание. Я говорю, что? Ну, просто у всех сбываются желания, и тут она мне пишет. У меня вот не сбывается. Мы, наоборот, поругались с мужем и расходимся с ним. Вот, опять же, возвращаемся в начало эфира. Что значит мелкие неприятности или, в принципе, да, какие-то неполадки и, может быть, даже крупные какие-то, как вам кажется, на первый взгляд, проблемы. Это промежуточные. Дорогая моя, ты не станешь счастливой с этим человеком. Ты уже изменилась, поэтому у вас резонанс, его видно, он это чувствует, и он уже не хочет с тобой быть. И зачем ты держишься за него? Ты загадываешь счастливые отношения, ну, утрирую, да, грубо говоря, загадываешь там счастливые отношения, и ты расходишься со своим вот этим вот мужем, про которого он мне рассказывал. Так ты отпусти его. Твое желание сбывается сейчас, а ты ему мешаешь. Твое желание сбывается. Зачем ты ему мешаешь? Счастливые отношения. Ты не будешь расставаться с этим человеком. Вы будете притягиваться друг к другу. Поэтому, если что-то от тебя отлипает, так лучше помоги стряхнуть это все дело. И жди своего любимого и настоящего. Вот. Поэтому даже в такие моменты, в такие сложные моменты, не нужно держаться за что-то. Не нужно. Лучше нужно вот задуматься над тем, почему так происходит, да, и что не устраивает. Я всегда говорю, если уж мы взяли, да, там, любовную тему, то я всегда говорю, у тебя есть принципы. Не такие, да, принципы, допустим, мелкие, да, кондиционеры я не люблю, он постоянно их включает, и вот мы ругаемся из-за этого. Это мелочи жизни. Есть принципы, мужчина должен платить за меня, допустим, в ресторане, когда мы познакомились только, да, можно, можно, можно все понять, если вдруг бывают разные ситуации, забыл там кошелек, еще что-то, и такие мелочи. Но в целом он всегда должен достать кошелек и расплатиться, да, даже если я пришла с подругой, как бы такой жест. Он может, если у него денег, не создавать такие ситуации, возможно, там, не пойти, там, с нами в ресторан или перенести встречу, но мой мужчина, да, установка, допустим, такая, принцип, принцип, мой мужчина, он, он всегда проявляет такую финансовую, как бы, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, слово вылетело из головы. Вот, то есть активность, да, финансовую такую активность и берет на себя эту ответственность. мой мужчина никогда не закроет меню, да, придет в ресторан, я, подруга моя, допустим, да, я взяла ее с собой, опять же, да, ну, допустим, там, я не знаю, или мама моя, и он открывает меню и потом захлопывает, говорит, мы здесь не будем есть, мы уходим отсюда. Вот так вот, да. У меня было такое с Антоном, когда мы только познакомились. Я завтра буду еще проводить прямой эфир, буду конкретно там про отношения, да, и про эту всю тему говорить, но вот сейчас я просто вспомнила это, я ему объяснила. У меня есть принцип, мой мужчина так не делает. Мой мужчина хочет дарить мне подарки, мой мужчина зарабатывает. Если мы снимаем квартиру, он платит за квартиру, а не я. Я буду платить в том случае, если я буду жить одна. Если я живу с мужчиной, мой мужчина платит за эту квартиру. Все. Бывает такое, и было у нас такое, что не было денег вообще. Я ему сказала, этот месяц, давай я заплачу этот месяц, но следующее, имей в виду, что надо что-то делать, придумывать. Во-первых, это их стимулирует. Во-вторых, это ставит их вот в такое положение, режим, турбо-режим. И к ним приходят деньги, и к ним приходят какие-то решения. Ты помогаешь вот в этом. Не тянешь лямку на себя, и они ножки свесили, а именно вот стимулируешь их. И в принципе, говоришь, все ок, да. Такое было, и действительно, на следующий месяц все там начало налаживаться. Конечно, сейчас у Антона уже свой бизнес, и именно он сам говорит, вот таким отношением я его стимулировала, да. То есть я своими запросами, у нас не было денег, я это понимала. Я понимала, что он не может купить мне, допустим, там вот эти сапоги сейчас, я их очень хочу, они очень подходят к моему платью, ну прям хочу, ну прям вот мой размер, вот находка, знаете, когда вот, вот ты прям хочешь их, и все, давно ничего не покупала, ну вот все вот, к тому, чтобы их взять. Денег нет. Ни у меня, ни у Антона, да, и я ему, я сажусь в машину и расстраиваюсь, я расстраиваюсь, я не гноблю его, да, я просто говорю, как хочу такие сапоги. И он говорит, Лиля, ну почему ты вот так вот делаешь? Ну ты же знаешь, что вот денег нет. Я говорю, да, я знаю, но я же не могу не хотеть их, я их хочу, я озвучиваю это, я не долблю тебя, и не говорю, что вот, мне их не покупаешь, нищеброд ты такой, или еще что-то, нет, я просто искренне их хочу, очень сильно, и я просто расстроена. Я не перестану Антону хотеть, я буду их хотеть, поэтому что-то надо придумать, я не знаю, что-то сделать, как-то, как-то, как-то надо придумать, потому что я всегда, у меня, несмотря на то, что там небогатые родители, я всегда хотела одеваться в хорошие вещи, и как-то случалось так, что родители находили деньги на это, и удовлетворяли там мои желания, старались, не каждую вещь, но старались, и каждая вещь для меня была вот таким вот подарком, и он понимал, что я буду продолжать хотеть, и это, понимаете, как срабатывает, просто как по волшебству, это такая энергетика женская, она так мотивирует мужчину, и он понимает, блин, ну что с ней сделать, и она реально же будет сейчас вот страдать, ходить там, да, и он засыпал с мыслью о том, что мне сейчас приснятся эти сапоги, и он находил деньги, конкретно эти сапоги я уже не помню, купили правда или нет, потому что, ну как бы это был такой порыв, вот конкретно эти сапоги там, не помню, да, но каждый момент денежный в нашей жизни, моя мечта поехать в Париж, я просто представила себе на Новый год, с бокалом возле эфиревой башни, прям хочу и все, давай придумаем, давай сделаем, давай поедем, да, давай попробуем, и я пошла просто оформила визу, это надо было не полмиллиона рублей, там не 300 тысяч, да, а всего лишь 8 тысяч рублей на тот момент оформить визу, начать оформлять, и визу я как бы уже сделала, смотри, мы уже на полпути, практически уже, практически уже во Франции, и вот таким вот образом, я уже да, там своим подписчикам рассказывала, каким образом мы все-таки съездили, и вот спустя 5 лет, когда мы уже живем с Антоном, он говорит, Лиль, я столько денег в жизни не зарабатывал, как с тобой, откуда они просто брались, откуда эти темы, откуда эти деньги, как они вообще ко мне приходили, откуда вот эти люди, с которыми мы в итоге сейчас работаем, это просто все притягивалось ко мне вот таким образом, ну, я знаю, я знаю, я так все притягиваю в свою жизнь, с помощью своей, вот такой энергетики, это нужно чувствовать, это нужно уметь, вот в игре «Привет, вселенная» как раз, этому я и учу, не просто там, знаете, как миллиард марафонов, там в интернете просто со словом «си-си-сицкой» не загадать желание, это вот этот смех на палочке, когда просто, там загадать и ждать с небес, нет, это должна, это надо чувствовать, это нужно притягивать, этим нужно жить, этим нужно обладать, и вот в игре «Привет, вселенная» я как раз и рассказываю, вот как я Антону научила, так же я вот вас учу, допустим, да, и у вас получается, кто-то приходит второй раз, ну, потому что игра там 500 рублей, символических денег стоит, и приходят второй раз, допустим, поиграть, зарядиться вот поэтому то что у нас внутри наша вера наша сила она помогает нам получить то что мы хотим тема эфира да я вышла в эфир вот буквально посмотрите обязательно начала там очень важная информация жизненная вот просто эту мысль прослушать обязательно посмотрите сохраненный эфир и ну вот в принципе да я донесла мне очень хотел такой порыв был потому что очень важная вещь хотела написать пост но под пост не то хотелось прям выложить вам это потому что это так помогает вот это же вот эта одна мысль которая озвучила в начале эфира научительно помогает вот правда вот эфир идет недолго в принципе уже заканчиваем обязательно посмотрите еще кто не посмотрел сначала вот ну раз я уже здесь просто отвечу на парочку вопросов конечно и можно быть на сегодня попрощаться это еще он такой другой бы сказал твои проблемы хочешь хоть и я бы ушла от него от такого человека я бы ушла это антон такой да но если бы мне кто-то сказал твои проблемы я бы ему сказал дорогой мой мой мужчина мне так не скажет значит ты не мой мужчина значит пока я бы просто рассталась с ним и забыла бы на следующий день у меня автоматически это происходит страдать из-за мужчины казалось бы ну как можно ты живой любишь да я не могу любить такого человека в смысле мне человек родной сказал что это мои проблемы автоматом любовь проходит смысле мой это не мой человек я как-то ошиблась свое время не посмотрела или еще что-то но извини я ошиблась ты мой мужчина так сказать не может ты не мужчина все извини без обид как бы пока просто хочет там чем-то типа могу без проблем там не враги но пока и слава богу что он сейчас это сказал они потом а вы что хотите терпеть этого человека и остаться с ним пусть гуляет вообще найдет себе достойную которая хотеть ничего не будет и будет счастлив и видимо ей это понравится понимаете вот про начале до сказала принцип вот у меня такой жизненный принцип я не смогу от него отказаться дорогой мой ну вот я буду хотеть и эти сапоги буду хотеть и это я буду понимать что ты не можешь но я буду озвучивать это я буду хотеть да я буду расстраиваться ваш мужчина настоящий который вас любит он никогда не позволит вам расстраиваться он обязательно что-нибудь придумает и к нему придут деньги это энергия денег про энергию денег это вообще отдельный эфир а можно начинать вы любите этот эфир я иногда выхожу на эту тему говорить обязательно повторим очень много подписчиков пришло новых и эта информация просто обязана с вами поделиться вот давайте еще парочку прочитаем так очень много приятных слов привет привет какие боты у нас тут какие-то пишут мне уже таких слов никогда не писали порно там еще что-то залетная история даже не люди пишут благодаря эфиром нашла свою любовь и сегодня мы узнали что у нас будет ребеночек это прекрасно я очень рада да многих просто бы даже эфиры вот так вот раз и настраивают а игра привет вселенной это просто какое-то ну чудо для людей действительно и конечно я понимаю что вы удивляетесь что за 500 рублей там можно такое такую информацию получить которой нет нигде ну конечно от меня идет и же не с интернета это беру иначе смысла не будет изменила вашу жизнь игры с игры началось все положительные события конечно вы их сами себе притягиваете вы создаете их сами я очень рада за вас сейчас опять плакать буду вы знаете какая сентиментальная почему-то мне не засчитали балл а за первый комментарий а не переживайте я вас прям узнала по аватарке просто я сделала подключила такую функцию кто комментирует вы и так постоянно комментируете а самые активные не получают деньги за это раз в месяц не есть в актуальных stories сохраненные история называется баллы и там можно посмотреть на каком вы месте если что-то комментировали и вообще как это все работает так а вот сапе вы сохранили номер смотрите я сейчас отвечу в прямом эфире сама всем отвечаю можно сегодня попасть в игру привет вселенная сегодня я добавлю всех в чат потому что 15 15 февраля мы начинаем это уже совсем скоро до через пять дней вот я сейчас формирую чат много участников я не беру мне должно быть комфортно я лучше переношу там через два-три месяца да если вы хотите попасть сейчас то напишите играю имя свое играю ссылка в шапке профиля у меня прям ссылочку нажимаете и так кнопочка играю напишите свое имя я вам сегодня отвечу и вы будете в игре и мы начнем 15 февраля так перемотаю наконец сообщений так светлое приятное спасибо вам вы такие же подобное притягивает подобное я вот что вам нравится во мне у вас это есть поэтому вам это нравится себя не обманешь спасибо лили игры огонь вы просто космос мне очень рада это слышать и очень рада с вами со всем познакомиться кто только что присоединился обязательно посмотрите прямо сейчас сохранится прямой эфир там очень важная информация я вот вышла в прямой эфир сообщить это сейчас уже просто ответила на текущие такие вопросы на ваши давайте эфир сохраняю обязательно посмотрите его спасибо что пришли всем привет кто сейчас на меня видит желаю вам всего только самого хорошего вы этого заслуживаете вот это помните самое главное если не можете настроиться и не можете поверить свое желание что там бэнкли или там не знаю отпуск мальдивы вы скажите себе я реально достойна этого конечно вы достойны этого именно поэтому ваше желание сбудется и это возможно потому что вы реально этого заслуживаете но так ведь ну конечно поэтому все будет хорошо пошла отвечать на заявки кто приходит в игру привет вселенная вот и сегодня добавлю вас в чат очень рада была вас видеть поэтому до встречи на страничке все будет хорошо правда если все плохо значит это еще не конец не конец все будет хорошо пока